Этого героя будут ненавидеть все кустовые крысы, так как он четко сможет определить, есть ли в кусте засады или нет. Новый и улучшенный Хелкор. Таинственный владыка теней Mobile Legends вернулся, чтобы поразить своих врагов невиданной мощью. Давай посмотрим, что в нем изменилось, а что осталось прежним. Всем привет, это Бостон. Поехали! Во-первых, почти не изменился ультимейт. Он также, как и раньше, насылает тьму и уменьшает дальность видимости врагов. Только на этот раз ультимейт не усиливает Хелкорта. Он не дает ему дополнительной скорости атаки, за это будет отвечать пассивка. А ульт просто насылает тьму и ускоряет передвижение героя на 40%. Второй навык также сохранил свою смертоносную сущность, но теперь Хелкорт накапливает заряды клинков с невиданной прежде легкостью. Заряды собираются в режиме скрытности, делая его еще более смертоносным в засадах. То есть теперь не придется атаковать рандомных миньонов либо крипов для поддержания зарядов. И это нереально удобно. Так же, как и раньше, заряды можно накапливать автоатаками. Но в компенсацию урон, зависящий от силы атаки героя, снизился. Но если использовать такие предметы, как коса коррозия, меч охотника на демонов или клинок семи морей, разницы практически не будет заметна. Урон даже немного вырастет. К сожалению, у этого навыка исчезло замедление. То есть остался только урон. Хорошая новость в том, что этот урон теперь проще нанести, так как я уже говорил, заряды накапливаются автоматически. А если все-таки нужно замедление, то его можно получить через косу коррозии. Так же, как и раньше, урон с этого навыка считается за автоатаку. Поэтому если мы попадаем лезвиями по врагу, используя косу коррозии, накапливаются все ее заряды, а противники мгновенно замедляются. Первый навык больше не накладывает немоту. Но взамен, если Хелкарт его использует сразу после обнаружения, он внушит врагам ужас. Если же использовать навык позже, враги будут замедлены на 60%, что тоже неплохо. Но лучше, конечно же, использовать прыжок сразу после выхода из невидимости. Таким образом, будет существенно проще попасть по врагу клинками, так как от них враги все еще могут вернуться. Но истинная сила Хелкарта кроется в его новой пассивной способности, которая делает его не просто героем, а можно сказать, охотником, созданным из теней. Когда его не видят, он становится еще быстрее. Его прыжок восстанавливается в три раза быстрее, а скорость передвижения увеличивается на 15%. Кроме этого, он пассивно восстанавливает свое здоровье. Похоже на пассивку Франко. Это значит, что пока нас не видно, мы не только сможем передвигаться существенно быстрее, но и будем восстанавливать свое здоровье для возможности новой атаки. Кроме этого, герои, убитые Хелкартом, оставляют после себя туман, который ненадолго его замаскирует. Но маскировка, к сожалению, достаточно короткая. Например, сейчас Хелкарт убивает Эсмеральду, появляется туман, но Броди все равно успевает использовать оглушение и добить Хелкарта. Хотя, возможно, здесь повлияло обездвиживание Эсмеральда. Перезарядка это в пассивке 10 секунд, поэтому одновременное убийство нескольких героев не скроет Хелкарта надолго. Тем не менее, эта способность открывает новые тактические возможности для нападения либо отступления. Также, как только Хелкарта заметят, у него увеличится показатель скорости атаки и передвижения на 50%. Они будут снижаться в течение 4 секунд, так что сразу после появления Хелкарт получит неплохой буст. Длительность утиления Хелкарта можно определить по фиолетовой полоске под здоровьем. При этом в начале полоски есть черточка, и если до этой черточки использовать первый навык, то цель повергнется в ужас. Именно в это время нужно нанести основной урон или, поняв, что противник находится в более выгодной позиции, отступить обратно в тень, чтобы накопить пассивку снова. Все эти изменения позволяют Хелкарту играть практически на любой позиции. В лесу, на опыте, на центральной линии, на линии золота или даже мурчать на роуме. Он очень быстро регенит свое здоровье и может практически без проблем стоять против любых вражеских героев. Хотя, по моим наблюдениям, на высоких рангах в лесу, как и у большинства других ассасинов, у Хелкарта возникают определенные трудности при игре против лесных бойцов и танков. Ему не хватает выживаемости, и ранний приход вражеской команды в наш лес может существенно затруднить фарм. Поэтому я немного сомневаюсь, что лесной Хелкарт — это хорошая идея для высоких рангов. Тем не менее, на остальных ролях этот герой должен чувствовать себя очень комфортно. Его уже достаточно часто берут в роумера. Стиль игры примерно такой же, как на Натальи. Мы быстро передвигаемся по карте, восстанавливаем здоровье и мешаем качаться врагам на всех линиях. А взяв, например, сапоги-скороходы, мы создаем примерно такое же давление на врагов, как создает Фанни. Играя на линии золота, Хелкарт тоже будет очень опасным героем. Мы сможем легко нанести высокий единовременный урон вражескому стрелку, а затем мгновенно отагинить здоровье. Без существенной поддержки роумера или лесника вражескому стрелку будет нереально трудно фармить на линии. Некоторые Хелкарты играют на линии опыта, но Ассасин с бойцами справляется явно хуже, чем со стрелками, так что, возможно, линия опыта не такая уж и хорошая идея. Хотя протестить можно. Пока еще я не видел Хелкарта, разве что на центральной линии, но думаю, что он тоже неплохо зайдет, так как сможет, во-первых, постоянно держать напряжение вражеского мага, а во-вторых, быстро подходить на другие линии и помогать союзникам. Наше главное оружие — это хороший урон, высокая мобильность и регенерация. На какой бы роли мы ни находились, мы будем использовать эти особенности по максимуму. Одна из главных фишек героя — это определение засады. Если мы подходим к кусту, и у нас начинает уменьшаться пассивка, значит, в кусте засада, и стоит отступить. Это будет сделать достаточно просто, так как наш герой сразу же получит ускорение. По снаряжению берем ботинки либо на скорость атаки, либо на передвижение. Затем косу коррозии, клинок семи морей, меч охотника додемна, взлобный рык, и финальным предметом опционально можно взять либо трезубец для антихила, копье великого дракона для еще большего ускорения под ультой, либо какой-то защитный предмет, например, бессмертие, золотой метеор или щитафина. По эмблемам берем, конечно же, эмблемы ассасина с трепетом, мастером-убийцей и смертельным воспламенением. Как вариант, вместо финального навыка можно взять убийственный пир. Боевым заклинанием можно взять кару, оцепенение, возмездие, если мы лесник, и очищение, если во вражеской команде много контроля. В комбинации остаются все те же, что и раньше. Вышли из тени, прыгнули, на врага нанесли урон, затем по ситуации, либо отступаем, либо добиваем. При этом постарайся использовать прыжок сразу же после выхода из тени, чтобы повернуть врага в ужас. Или просто отступи. Вот мы и подошли к концу обзора на ревамп Хелкарта. Теперь он может стоять практически на любой линии. Все будет зависеть от твоего умения вовремя отступить и отрегенить здоровье. По урону я бы не сказал, что он стал сильнее, но с другой стороны слабее он тоже не стал. По снаряжению стоит сконцентрироваться на предметах, которые дают различные бонусы персонажу, а не максимальный урон. Мобильность и засады — главные фишки Хелкарта, которые тебе нужно будет использовать по максимуму. Наверняка его начнут банить в рейтинге, но на самом деле Хелкарта достаточно просто законтрить любым контролем. Поэтому я не думаю, что это прям какая-то лютая имба, но все же он способен доставить врагам неприятности и повлиять на ход игры. А что ты думаешь по поводу этого ревампа? Обязательно напиши в коммент. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok